Приступая к изложению общих принципов вероучения раннего христианства, необходимо указать, что уже изначально христианство не было абсолютно монолитным, в нем наблюдались различные течения. Отголоски некоторых дискуссий среди христиан, можно заметить уже в апостольских посланиях. Иудейский взгляд Демонами направляемого воображения, первое представление преобладает. Но за второе, как кажется, стоит апостол Павел. Но объявляя все религии, кроме Ветхозаветной, завоеваниями демонов в подшем человечестве, церковь столкнулась с вопросом, откуда же взялись в этих религиях представления и учения, сходные с богооткровенными, потоп Девкалиона, понятие о едином высшем Демиурге, о явлении богов на земле в виде людей, о конце мира через всемирный пожар. Ответ ее был, эти учения у греков суть или заимствование от евреев? Или глухая память о первоначальном откровении, общем всему человечеству? Итак, частицы истины есть в языческих религиях, но лишь постольку, поскольку эти религии соприкасаются с христианским откровением, в этом отношении полной противоположностью христианства явился языческий неоплатонизм, признавший откровение источником истинной философии, но исключавший из области его как раз откровение христианское. Порфирий видел откровение божества вместо христианского писания в Оракулах. Ямблих и Юлиан, отступник, искали тайного самооткровения божества в мифах всевозможных религий, кроме христианства. Отсюда ясно, что в них нечего искать каких-либо откровений в дополнение к Библии и Евангелию, важно для христианина не столько содержание этих истинных положений в язычестве, сколько самый факт их существования, дающий некоторый ответ на недоумение, неужели милосердный Бог оставил все дохристианское человечество в беспросветном браке? По отношению к личному религиозному творчеству вопрос ставился для церкви так, возможно ли в послеапостольское время пророки, приносящие новые откровения, и если возможны, то как их отличить от лжепророков? Церковь отвечала, апостольский век был исключительным веком откровения, в который сообщено было все, что нужно знать для спасения. Все писанное после них неизмеримо ниже, пророки догматисты в будущем невозможны. Словом, в разделке с языческими религиями церковь ограничила ветхим и новым завитами область писанного откровения для прошлого, в разделке с личным религиозным творчеством, стоявшим перед нею главнейшей в виде гностицизма, СМЭ, она ограничила теми же двумя завитами область писанного откровения и для будущего. Но гностицизм редко выступал открыто, черпая элементы для своих построений из всевозможных философий и мифологий, помимо собственной фантазии. Он стремился выдать их в свет под флагом тайного апостольского предания. Итак, церковь должна была отделить подлинное апостольское предание от подложного, отсюда понятно, как важно было для нее установить новозаветный канон, ветхозаветный взят был от иудейства. Подлинность апостольских писаний удостоверялась для церкви иерархическим преданием, восходящим непрерывной цепью к самим апостолам. Таким образом, догматический вопрос о достоинстве тех или других литературных памятников, как сокровищниц новозаветного откровения, совпадал с историко-литературным, о подлинности их апостольского происхождения. Апостольское происхождение Церковь указывала, далее, их истинные источники в несогласных с откровением мифах и философии, и тем довершала свою критику, например, так делал Ипполит. Иной вид религиозного творчества, представляют собой пророки, как вдохновенные вестники гнева или милости Божией, провицатели, обличители, такие будут возможны всегда. Но по отношению к ним надо помнить текст одних послания Иоанна, «Не всякому духу веруйте, но искушайте духи, ащи от Бога суть». Если пророк говорит в иступлении, обнаруживает не евангельские нравственные понятия, не милосердие к падшим, преувеличенный аскетический дух, дикую жажду мученичества, или говорит не от имени Бога Творца и Иисуса Христа во плоти пришедшего, или если в его вещаниях сквозит свои корысти, или если дела его расходятся со словами, это лжепророк. На таком базисе церковь отразила возникшее во II веке монтанистское движение, пытавшееся удержать в церковной жизни, во что бы то ни стало харизматические должности апостольского века, бессознательно заменяя истинное пророческое вдохновение, найти Духа Святого, болезненным или искусственным экстазом, заимствованным у фригийских жрецов-энтузиастов, Едва ли не самым важным по своим последствиям актом церковной мысли первых трех веков нашей эры, была установка отношений откровения к разуму и науке человеческой. Главное назначение человека на земле – спасти свою душу, для спасения души надо веровать, и истинно веровать, апостолы и христиане первых поколений были большей частью люди не ученые, между тем они были образец истинной веры, и несомненные святы, то есть спасенные. Напротив, ученый и интеллигентный круг в большинстве своих представителей смотрел на Евангелие свысока, как на безумие и суеверие. Отсюда в церкви должно было явиться мнение, что для спасения души развитый разум и наука не только не нужны, ибо вера возможна и без них, а даже вредны, так как внушают умственную гордость и затрудняют смиренное принятие откровенной, превышающей разум, Божией премудрости. Философия была уделом избранных и крайне редко давала своим адептам нравственную крепость, спокойное убеждение, что я знаю, что я и что я должен делать. А Евангелие было всем доступно, и его принятие действительно вело к нравственному перерождению. Отсюда апологеты выводят, что христианство есть истинная, Богом открытая философия, открытая потому, что разум человеческий оказался некачественно непригоден. А количественно слаб для решения своих высших запросов, содержание откровения, таким образом, по существу рационально. Если люди не могли найти сами это содержание, то главным образом потому, что человеческий разум был поврежден грехом, что это так, ясно из того, что ближе всего подходили к истине философы, меньше всех грешившие, Сократ. Как в языческих религиях, так и в учениях философов есть крупицы истины, и не только вследствие заимствований у Моисея, но и в силу однородности разума человеческого разума божественному, всем людям внедрено семя слова божественного, сперма логоу эм и фитрон. СР учение о создании человека по образу Божию, точка, все предлагаемое в христианстве согласно с разумом, и наоборот, все истинно разумное в язычестве согласно с христианством, Сократ и Гераклит были христианами до Христа, Платон был оттический Моисей. Если не все кажется разумным в христианстве, то это обман демонов, в высшем смысле разумно все, и задача богословской науки, вскрыть эту высшую разумность на пространстве всего откровения. Что это так, доказывается пророчествами о чудесных, то есть будто бы неразумных событиях. Неразумное не может быть реальным, и если эти пророчества сбывались, Христос воистину родился от Девы, то это знак, что они были разумны в высшем смысле слова. Кажущаяся неразумность тут даже неизбежна, ибо предсказание чудесного события есть чудо само по себе, ход вещей, разумный в низшем смысле слова, может предузнать и обыкновенный человек. Этими мыслями апологеты создавали церковный гнозис, или методику православного богословия, так как ими устанавливался принцип, что философия вообще приложима к религии, а совершенная философия тождественно с нею, создать такую философию есть высшая задача для христианского мыслителя. Откровение может и должно быть формулировано при помощи категории разума, философскими терминами, принять это положение было тем легче. Что уже апостол Иоанн Богослов счел возможным для изложения учения о Сыне Божием взять платоновско-филоновский термин «логос». Однако, приступая к такой работе, богослов, это слово создано апологетами, должен постоянно контролировать себя откровением, и если ему не удастся найти формулу, сохраняющую за философскими терминами их всегдашний научный смысл и вместе с тем точно отвечающую содержанию веры, то он должен признать свою частную неудачу, свою слабость, неумелость. И только если выяснится, что наши философские понятия не приложимы к содержанию веры без искажения его, то значит, надо реформировать самую философию. Окружающих духовных стихий, не. В ее откровении, есть интереснейший и важнейший вопрос истории христианского вероучения. Отвечать на него с достаточной доказательностью, может только соответственная наука в полном ее составе. В протестантской, маловерующей и неверующей науке распространен взгляд, что церковь своего принципа не выдержала, что ее вероучение, организация, ее догматы, таинства, обряды представляют из себя затяжную форму эллинизации христианства, как гностицизм представлял молниеносную ее форму. Знакомясь с аргументацией этого взгляда, необходимо помнить, что для ее убедительности важно не количество внешних черт и слов. Перенесенных из языческих культов в христианский, нужно доказать, что эти черты перенесены с сохранением их языческого смысла, чуждого первоначальному христианскому вероучению. Несомненно, что христианство, будучи внутренним перерождением мира, менее всего было и хотело быть его реформой в буквальном смысле слова, то есть изменением во что бы то ни стало его внешних форм. Точка, напротив, церковь стремилась по возможности меньше ломать снаружи. Но по возможности все наполнять своим, новым, внутренним содержанием. Как христианство не боялось обращать вчерашние языческие храмы в своей церкви, так оно не боялось и других внешних заимствований. Но если мы приглядимся к бесчисленным пунктам сходства, то увидим, что или сходство чисто внешнее, или данное во зрении или учреждение общее язычество не только с позднейшей, а и с древнейшей церковью. Следовательно, с точки зрения верующего, относятся к тому, рассеянному слову истины, которое уже апологеты находили в языческом мире. Для протестантской гиперкритики, строящей себе своего Христа и свое первоначальное христианство, совершенно убедительно указание, напрямь точка, на то, что воззрение на Евхаристию как на духовную пищу, дающую вкушающему бессмертие, мы не находим раньше, чем в четвертом Евангелии. Для православного же, для которого подлинное христианство тождественно с новозаветным, это доказывает, что воззрение это проповедано самим спасителем. Если нечто сходное есть в язычестве, надписи на пеленах мумий, он ест Бога, отождествление Диониса с жертвенным животным, которое участники оргии разрывали и съедали, чтобы слиться с существом Бога, и т.п. то, значит, тут было в язычестве как бы предчувствие истины. Если целитель Асклепий и некоторые другие боги звались в язычестве, спасителями, и человеколюбцами, если эллинский культ душ представляет множество черт. Тождественных с православными обрядами погребения и поминовения усопших, если православное богоявление зовется точь-в-точь как один из праздников Диониса, эпифернир, если самый термин «таинство» взят без перемены с языческих «мистерий», «мистериан», «телетай», то тут заимствование идет не дальше слов и форм, не дальше, чем в заимствовании языческого здания под христианскую церковь. И Христос есть Спаситель. Но Он спасает не от того, от чего спасал Асклепий, и иным путем. Эллины чтили и поминали умерших, чтобы они не напоминали о себе живым, не пугали и не вредили, пока Эр в мире первоначально, а христиане, чтобы поддерживать общение любви между живыми и умершими, как между церковью земной и небесной и так далее. В иных случаях недостаточное знакомство, или, лучше сказать, слабость чутья инославных ученых к смыслу особенно восточного веровоззрения доводит их здесь до грубых ошибок, тем более, что постоянно надо различать церковное от вульгарно-христианского понимания дела, последнее нередко впадало в действительное язычество, и магизм, и сама церковь объявляла его тогда двоеверием и суеверием. Но только глубокая неспособность вжиться в восточное воззрение могла навести. Например, Штрауса на мысль, что зачатие Спасителя от Духа Святого однородно с языческими мифами о любовных похождениях богов. Что касается эллинизации христианства в смысле подчинения его греческой философии, то тут довольно заметить одно, последствием такого подчинения должна бы была явиться рационализация насквозь всей догматики, ибо античная философия вообще, и воспринятая церковью в частности была. Как мы видели, в основе рационалистично, между тем, те же протестанты и неверующие находят, что догматика вселенских соборов насквозь, и рационально православный скажет, что она превосходит разум, сверхрационально. Феодорит, епископ Кирский, богослов, один из виднейших апологетов диафизитской христологии. Представитель антиохийской школы богословия, учит, что христианство заключает в себе абсолютное совершенство, а язычество есть мрак, долженствующий исчезнуть с появлением истины. В философских построениях Феодорит видит лишь тень истины. Он величайший из идеологических противников святого Кирилла Александрийского, и защитник нестарианства. За крипто-нестарианство был осужден и извержен Вторым Эфесским собором, оправдан и восстановлен на соборе Халкидонском. Хотя он является основоположником халкидонизма, но некоторые его написанные до Халкидонского собора крипто-нестарианские сочинения были осуждены Пятым Вселенским собором как еретические. В русской традиции именуется блаженным. Самый важный труд Феодорита, без сомнения, его история церкви. Написанная в 449 году и состоящей из пяти книг. История церкви охватывает период от 324 года до 429 года. Источниками для Феодорита служили сочинения Евсевия, Руфина Аквилейского, Филосторгия, Евстафия, творения святого Афанасия и некоторые другие. Второй по значению труд Феодорита, служащий дополнением к истории церкви, еретические басни, подлинность этого труда спаривалась, но без достаточного основания. Источниками Феодорита служили сочинения Иустина-философа, Ирине Элянского, Климента, Оригена, Евсевия и других. Источниками Феодорита